всем огромный привет меня зовут оли добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет видео посвященное вдохновение вдохновение навязания я бы так даже сказала но если вы занимаетесь какой-то другой творческой деятельностью вам она тоже мне кажется понравится и будет актуальным поэтому без долгих вступлений давайте же поскорее начнем итак если вы накрасили губы красной помадой то вдохновение уже дышит вам затылок это совершенно точно по крайней мере у меня так у вас так но нет все-таки начнем мы не с этого с чего вдруг я решила снять такое видео достаточно регулярно не часто но регулярно меня спрашивают в директ и под видео о вязании также оля откуда ты берешь вдохновение что делать если не хочется вязать прям вот не могу на спицы смотреть на пряжу тоже хотя вроде бы это мое хобби любимое дело но вот не знаю прокрастинация или как это правильно называется посетила и все вдохновение ушло вязать ничего не знаю кому зачем и вообще сплошной упадок сил откуда брать вдохновение сегодня мы с этим разберемся итак первое с чего стоит начать нужно понять вообще зачем вам это вязание а то есть мотивация возьму книжечку дабы не перепутать все давайте разберемся с мотивацией зачем вы вообще вяжете понятное дело что это ваше любимое хобби увлечение я вижу потому что я это люблю и мне нравится делиться с вами готовыми работами я за счет этого также зарабатывают денежки себе на моточке ну и плюс ко всему мне нравится когда мои детки мой муж носит вязаные вещи я сама их обожаю об этом нужно всегда помнить то что иногда забываешь вообще зачем ты вяжешь непонятно так вот мотивация она конечно очень нужна на ее нужно подпитывать это понятное дело если вы вяжете на заказ то здесь вообще вариантов ноль вы просто обязаны довязать этот заказ и заработать деньги деньги самое лучшее мотивационная сила поэтому а дальше вы можете наверное не смотреть этот ролик потому что у вас должно быть все окей но если нет смотрите дальше если ваш любимый процесс вам надоел если вы не знаете что вязать и вообще вязать ли вообще вы чувствуете что ваше любимое хобби уже не приносит вам должного удовлетворения и наслаждения уберите его далеко в шкаф подальше закройте с глаз долой и позвольте себе не вязать вообще конечно все вокруг вяжут кто-то уже выпустил десятое описание на свитер и связал 50 шапок за лето вы же довязываете только возможно вторую перчатку ну и что над вами никто не стоит никто за вами не гонится и даже если вы не успели связать летний топ к этому сезону возможно вы его довяжите к следующему поэтому дайте себе отдохнуть уберите вязание подальше как делаю это я просто откладываю вообще чтобы его не видеть и забыть переключитесь на что-то другое там не за повышевайте посмотрите фильм да вообще ничего не делайте сложите ручки пусть они отдохнут и соскучатся это очень важно вообще смена деятельности отдых это важно даже от самого любимого дела нужно отдыхать это абсолютная природа человека нам всегда нужна смена декораций и тут то же самое не получается отложите поспите поешьте а лучше шоколадку и вам захочется ручки зачешутся это точно если не за чесались переходим к пункту 3 что делаю я когда не знаю что связать и мне не приходит никакая новая модель в голову я пересматриваю все свои удачно связанные работы если они у меня есть конечно в наличии они у меня есть я раскладываю шапочки пересматриваю свитер очки чтобы я поменяла чтобы я улучшила какую бы другую пряжу я взяла возможно у меня нет какого-то цвета который сегодня в тренде например какой-нибудь свитер да вот сейчас блестками очень актуально а у меня свитера с блестками нет и с люрексом нет и я понимаю что неплохо было бы такую кофточку мне в гардероб мне в гардероб заполучить поэтому очень полезно пересмотреть свои вязания не только свои но и детские потому что детям все время что-то новенькое нужно они же растут это вообще благодатная почва для того чтобы что-то связать новая шапка новые перчатки варежки свитерочки штанишки боже мой там огромное просто количество вещей и номинований которые можно обновить поэтому пересмотреть все ваши работы восхититься тем какая вы мастерица или как ваше мастерство выросло за определенное там количество времени это очень всегда как-то воодушевляет приободряет и настраивать на позитивный лад так ну что ж все пересмотрели теперь подошло дело к пряже я думаю что у тех кто вяжет так всегда в заначке есть какие-то моточки либо остатки либо на какие-то новые процессы но есть такой момент что когда мы покупаем пряжу порой это бывает импульсивно мы увидели какой-то свитер или какой-то процесс захотели себе что-то такое же и тут же прикупили себе несколько моточков но потом когда трезво оцениваем думаем что-то вроде бы вот эта модель может быть мне не пойдет может быть что-то другое откладываем переходим на что-то следующее и эти моточки лежат и ждут нашего возвращения так вот когда я тоже хочу как-то вдохновиться что-то возможно новое связать я перебираю свои моточки прикладываю их друг дружке смотрю на какие-то новые сочетания новые фактуры которые мне раньше возможно в голову не приходили но мы все развиваемся мы тренируем нашу насмотренность и возможно то что вам раньше не приходило в голову сегодня обретет очертания новые вещи как это у меня например случилось с вареным свитером таким разноцветным я просто посмотрела на мотки совершенно другой стороны эти мотки были для шапки но они превратились в варен свитер я израсходовала пряжу которая у меня лежала по моему больше года и получился клевый вообще супер интересный свитер который варис удовольствием носит что может быть в творчестве более интересные вдохновляющие чем новые не избитые идеи смелые их реализации попробуйте возможно у вас получится какой-нибудь супер шедевр еще один пункт который я бы хотела озвучить это пересмотреть все журнальчики которые у вас есть по вязанию если вы такие покупаете вы же знаете я вам скажу по секрету что мода она очень циклично и даже если вы посмотрите пинтерест там есть модели каких-то вообще лохматых годов которые сегодня становятся актуальными то есть вы можете опередить паровоз бежать впереди понимаете то есть я вообще очень люблю пересматривать журналы те которые у меня есть я их сохраняю у меня их немного но они есть периодически это покупаю какие-то новенькие и я люблю пересмотреть чтобы сопнуть какую-нибудь новенькую забытую старенькую идею это очень круто потому что ну конечно мы все все повторяем постоянно друг за другом у кого-то что-то так скажем крадем как художники поэтому пересмотреть журналы бывает очень полезно вы думаете что я уже смотрела 500 раз я уж там все наизусть знаю но нет вы каждый день что-то смотрите что-то там там складываете в свои закрома памяти что-то забывается поэтому вы можете даже на вещь которую вы уже видели много раз там журнале посмотреть совершенно по-новому увидеть какую-то новую технику которая вам раньше просто не была доступна то что вы не понимали там как это что вязать какие-то сочетания цветов узоров и так далее поэтому если вы хотите создать что-то новое вдохновиться пересмотрите старые журналы те которые у вас есть это всегда очень полезно и потом одно дело в электронном виде совершенно другое когда вы берете журнальчик и в ванной спокойно перелистываете его вглядываетесь дышите прекрасной бумагой а я вообще обожаю печатные здания поэтому для меня это огромный релакс и вдохновение журналы посмотрели переходим к следующему пункту ну что ж дома мы уже все пересмотрели все разглядели но все равно не придумали что вязать и что-то как-то вдохновение к нам не возвращается возможно вы просто чересчур устали или вам нужно поискать в другом месте то есть выйти так сказать в люди и посмотреть что у нас там в мире происходит я лично обожаю ходить по магазинам масс-маркета но не с целью купить себе что-то покупать я предпочитаю в интернет магазинах честно а вот хожу и по магазинам именно для того чтобы тренировать насмотренность то есть смотреть что предлагают из вязаного в масс-маркетах потому что конечно они очень серьезно следят за тенденциями за трендами если хотите и выпускают своих коллекциях пусть и акриловые с жуткого вообще просто качество свитера но модели они заслуживают внимание потому что все самые актуальные узоры а формы они есть заре страдивариусах массе идуте там и во всех остальных магазинах которые вы можете посетить совершенно спокойно я кстати не исключаю люкса просто в торговых центрах чаще всего масс-маркет за люксом надо ехать отдельно я кстати планирую это сделать меня очень вдохновляют подобные магазины сейчас осень и уже появились осенние коллекции и очень приятно пройтись посмотреть что же актуально в этом сезоне а в этом сезоне у нас актуальные и воланы и рюши и ажуры и объемные свитера и оверсайз никуда не уходят поэтому пройдитесь посмотрите может быть именно такого свитера у вас нет или соедините в один несколько свитеров что-то поцепляйте из каждого конечно магазины и меня магазины это всегда лучше чем например онлайн ресурсы то есть интерес ты или там youtube или instagram там конечно тоже самые актуальные вещи можно найти и тенденции конечно но там нельзя пощупать там нельзя пощупать нельзя прикоснуться к прекрасному ну так скажем акрил не слишком прекрасен но все равно посмотреть как это выглядит лучше в стационарных магазинах ну если лень например то можно конечно зайти на пинтерест можно походить посмотреть по инстаграм там конечно тоже всегда есть обзоры на новые коллекции тренды и так далее впечатлиться вдохновиться абсолютно можно что-то для себя вынести поэтому да welcome ну что ж по магазинам с трендами ой пробежались по магазинам по примеряли на себя обязательно посмотрели что вам идет чего вам не хватает что классно кстати еще в магазинах вы можете помимо того что само вязаные изделия на себя примерить можно также еще и низ какой-то приложить понять что к этому пойдет это очень круто составить такой вот образ новенький и скорее бежать домой вязать что-нибудь следующий момент я выделю в отдельный пункт это будет поход по магазинам пряжи конечно же мы можем опять же залезть в онлайн и заказать себе какую-то новую пряжу которую рекомендуют из которой что-то связали но гораздо лучше интереснее ее пощупать и посмотреть очень часто такое бывает что мнение оказывается субъективным и кому-то пряжа нравится особенно тому кто ее продает вы же понимаете она по факту на то изделие который вы хотите пряжа не подходит или она вам тактильно не нравится или цвет немножко не такой поэтому если есть возможность пройдитесь по магазинам пряжи пощупайте посмотрите а приложите к себе обязательно это такой вот момент который я только недавно начал практиковать прикладывать к шее конечно сейчас может быть это не слишком да можно приложить к шее ну что теперь уже к руке понять насколько она вам колет не колет насколько цвет вам подходит вообще фактура пощупать образец это вообще бесценно это просто бесценно и в каком интернет-магазине такой опции нет к сожалению и потом уже прийти домой и в интернет-магазине возможно дешевле заказать эту пряжу поэтому пройтись по магазинам пряжа это вот то что я практикую не очень часто к сожалению потому что время лень она как бы не оставляет шансов но я хожу хожу и хочу ходить ну что ж друзья мои я по-моему зарядила вас уже желанием творить и вытворять что-то из пряжи что-то связать в общем то конечно никакого секрета здесь нет это видео я сняла исключительно для вдохновения все очень просто надоело отложите хотите что-то нового поищите посмотрите повизуализируйте пощупайте и придет оно к вам прилетит это вдохновение и будете вы опять создавать прекрасные вещи ведь вязание оно помимо того что моторику нашу развивает и борется со склерозом это огромная вообще возможность выразить свою любовь и нежность к своим близким связать им что-нибудь тепленькое хорошенькое вот как я связала своему мужу шапочку и он ей радуется уже года три представляете если ему свитер свяжу он же просто будет счастлив я шучу конечно но как здорово вязать для своих любимых и когда им это еще и нравится и кстати говоря конечно как любое ремесло вязание улучшается со временем потому что только практика укладывает петельки ровно и позволяет нам создавать шедевры вязального искусства не побоюсь этого слова ну что ж на этом я буду завершать это видео надеюсь что она вам понравилась что она вас вдохновила на создание чего-то нового а мы с вами увидимся уже очень скоро в новых видео не только вязальных опять же так что подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны и всех целую всем пока ну и Субтитры создавал DimaTorzok